Всем привет! Добрый день! С утра была немного... Ну, уже не утром. Была занята немножко делами дома. Очень много стирки, уборка, делала влог, монтировала. Ну, естественно, утром повалялась, как не без этого. Сейчас сделала себе смузи. Вот такой! Видно? Смотрите, какой друзей. Посмотрите, какое ведерко получилось. Так спрячем надписи. Просто вазочка-смузи. Очень вкусный. Все, как обычно, в рецепте. Мой самый любимый и проверенный. Сейчас я буду убирать кухню. Смотрю десятую серию сериала «Почка». Ну, такой. Смотреть нормально на фоне. У нас очень много клубники, псяное молоко, полпачки шпината и банан. Холоденький. С больным горлом. Сама-то. Сейчас поедем с детьми на встречу. На подвстречу по работе. Зайдем в кафешку, попьем кофе. Болтаем с девчонкой. И вроде нормальная погода. Ничего с неба не сыпется. Из-за туч периодически вылазит солнышко. И если там нет сильного ветра, а из окна его не видно. Ну, вроде нет. Там в центре, может быть, с детьми немножечко походим. Ну, посмотрим. Хотя, как бы ночью был мороз. Стирки у меня, на удивление, вообще было очень много. Я просто одну только стирку сделала. Сейчас надо все повесить. И еще две огромные. Это что значит? Это значит, Настя два дня не стирала. Не включала машинку. Два дня. И в ванну не зайти. Ну, как так? Я люблю стирать каждый день по чуть-чуть. Вот прям по чуть-чуть. Вот тогда идеально. Чуть-чуть ты просто не успел. Чуть-чуть моргнул, профукал, уехал. Тебя нет дома. Все. Все. Ужасно потом. Вчера на танцах, короче. Все было отлично. Хотела сказать, что мне очень нравится такая атмосфера. Мы с девчонками смеемся, учим новые движения, новые связки. Это нелегко, как я говорила. Но очень должно быть красиво. Даже учили уже второй наш новый танец. Честно говоря, реально, мне некоторые движения вообще даются очень тяжело. Я после вот этих, сколько у нас было? Четыре, наверное, занятия уже. Вроде ты ничего такого там не делаешь серьезного, да? Но мы делаем растяжку. И я, человек, который не занимался, ну сколько? Я когда Макса родила, да, походила на тренировки в последний раз. Потом я что-то в зал ходила. Но я это не люблю, вы знаете. Танцы самое то. И у меня, короче, уже все мышцы болят. Ты вроде бы ничего такого серьезного не делаешь. Но все тело двигается, так знаете. И реально мышцы прям вот чувствуются. Какие у нас еще новости? Новости из нашего королевства такие, что Миленка сегодня уехала в Таллинн на экскурсию. В час ночи, в час ночи, в пятницу, ой, с четверга на пятницу, она уехала. Утром я встала, получила от нее несколько сообщений. Уже в 10 утра они были в Таллине в музее. Миленка в Таллине впервые. У них очень большой автобус, двухэтажный, что-то там, что-то мне 80 человек. Ну, короче, экскурсия не от класса. Экскурсия нашла, короче, ей предложили. Сейчас она присылала, они кушают. Должны погулять еще, куда-то еще сходить. В общем, довольны, счастливы. И приедет она только сегодня ночью, получается. Ну, короче. Надеюсь, она где-то там в дороге поспала. Привет, товарищи. Вот мы уже мчим. Мы как мчим со двора по ямам. Мы выезжаем. И едем навстречу. Мне задали сейчас интересный вопрос. Потом найду минуточку, обязательно отвечу. Так, мы приехали. Мы в центре. У тебя нет, у дочек нет. Мы находимся возле нашего театра на большой парковке. И идем. Да, вон там вот, большой театр. Давай ручку, сынуль. Чуть не уснул в машине? Нам туда, в центр. Давай ручку. Завтра нашего любимого города день рождения. И видите, здесь уже какие-то подготовки. Не знаю, что здесь будет. Три дня можно будет наблюдать, как наш город сияет, светится. Там еще что-то установили. Короче, что-то будет. Ой, дети, мы так странно переходим. Вот сюда на пешеходочку. И сюда. Возможно, завтра, если не будет дождя, посмотрим. Нет, сегодня точно нет. Мы погуляем по городу и посмотрим, что город нам приготовил. Мне кажется, в прошлом году мы были. Было красиво. Там есть целый маршрут, который ты обходишь и смотришь разные световые инсталляции. Мы идем в Курзом и в кофеин. Здесь Рожа Лаукомс. Да, Новый год. Здесь мостик у нас обычно стоит. Вот здесь вот. Мы с папой в него заходили, пили кофе. Я не помню, снимали мы или нет. Но нам понравилось. Сегодня у меня там встреча. Я в компании, своей командой. Сейчас зайдем. Лишь бы были места, хоть какой-то столик поселить, кофе попить, поработать чуть-чуть. Свободное место. Максим, тебе я взяла какао. Какао. Так, у Полинки мятный чай, круассанчик. У Максика очень красивое какао. А у меня капучино на овсяном молочке. Нельзя без меня, сына. Отодвинься. Прямо. Мы в магазине. Мне вернулся мой чемоданчик с парфюмом. Мы уже зашли в Максиму за конфетками. Дети, конечно, очень долго, час или полтора со мной сидели, заслужили по конфетке. Зайдем сюда. Погуляем в мультилюксе. Так, я себе взяла вот такой карандаш белорусский. Сейчас мы посмотрим. У меня, короче, от них закончился. Господи, я вам дома покажу. У меня фокус не работает. Вот такие вот три бомбочки. Три бомбочки они взяли. Все, пошли, Максимка. Пройдемся чуть-чуть. Так, сейчас отвечу на пару комментариев, пока мы здесь сидим. Хочу окошко протереть. Спасибо. Съем консетку. А ну, я что-то гадная изнутри. Так, меня спросили сегодня порассуждать на одну интересную тему. Сейчас. Дарья Петрова спросила. Настя, вы задумывались когда-нибудь о веганстве? Что думаете по этому поводу? Можете порассуждать об этом в следующем влоге. На самом деле думала о веганстве, вряд ли, скорее о вегетарианстве. Потому что я правда с годами все более-более спокойно отношусь к мясу. Именно к мясу. Честно, из мясного. Но я мало что ем. Наверное, больше того, что я не ем, чем я ем. И периодически такие мысли меня посещают. Но я не знаю. У меня ощущение, что это сложно сделать. Мы и так готовим каждому... Что так едет странно? Мы и так готовим чуть ли не каждому отдельно. Там детям отдельно, себе отдельно. Мне еще надо будет себе отдельно тогда готовить. Я, в принципе, часто сама себе отдельно делаю. Ну, короче, к этому я еще не пришла. Я просто прислушиваюсь к своему организму. И немного ем мяса, на самом деле. Просто все равно есть такие любимые мои блюда с мясом, которые... От которых я пока что не готова, например, отказаться. Какое-либо там запеченное мясо по-царски, да? Или куриное филе запеченное под сыром и ананасом. Это мои любимые блюда. От этого невозможно пока отказаться. Но если вы смотрите давно, вы знаете, что я не могу смотреть на животных, которых мы едим. Ну, где-то, да, если показывают по телевизору, по видео, если мне где-то попадается картинка или видео, хрюшки, коровки, я закрываю глаза, я не могу смотреть. То же самое касается курицы. Мы их едим, я не могу отказаться, но смотреть на них я не могу. Я начинаю очень думать, анализировать, и мне становится плохо. Я потенциальный вегетарианец, который еще не состоялся. Еще был странный вопрос от Окуневой, нашей любимой. Когда посещаешь уроки танцев, диету не нужно соблюдать? Вот я не знаю, девчонки, надо ли вам соблюдать диету на танцах. Если есть проблемы, соблюдайте, конечно. В принципе, не понимаю, к чему такие вопросы. Да нет, ну я же не дура, да? Почему вы мне это пишете? Я прекрасно понимаю. Но я однажды тему во влоге поднимала, когда откликнулось очень много людей, и сказали, что я абсолютно права. Никогда не поднимайтесь человеком темы веса, его, вашего. В принципе, зачем судить человека по весу? Вы вообще в своем, я понимаю, что человек это пишет, потому что у него у самого проблемы с лишним весом. И, видимо, большие проблемы не только с весом, но и с психологической точки зрения. Просто я раньше тогда говорила о том, что если вы видите, что у человека лишний вес, я вообще сейчас не про себя говорю, почему вы его осуждаете? У человека могут быть проблемы со здоровьем. Может, человек лечился долгое время от чего-то, и у него пошел вверх вес. Мало ли что там. Я вообще... Понимаете? Я знаю людей, которые лечились гормонально, потому что хотели ребеночка родить, и вес вверх пошел. Ну, давайте будем сажать человека на диету и осуждать, к примеру, да. А есть люди, которые, наоборот, болеют какими-то болезнями, ну, типа диабета, еще чего-то. Лечатся. Если вы углубитесь в эти темы, вы поймете, откуда лишний вес. И мне всегда непонятно, когда человека цепляют эти темы, когда у других видят... Когда у других не видят ничего, кроме веса. маленького, большого. Зачем? Вот в это время, пока Окуни выписала сообщение, могла подумать о своем питании, могла заняться спортом, записаться на танцы. Но нет, она написала комментарии. Девочки! Боже, этим бабы только занимаются, серьезно. Я не знаю, например, мужчин, которые будут обращать на это внимание у себя там, между... А в девочке, да. Прекращайте. Если ввечь, например, обо мне, то я со своим весом как-нибудь разберусь. Это мой вес. Мой. Лишний, нелишний. Это все мое. И я с этим сама как-нибудь разберусь. А если мне нужен будет совет, я у вас спрошу. Случайно, вообще неожиданно, случился вечер. И я сейчас укладывала спать детей. Лежу, засыпаю. И понимаю, что я даже не представляю, где я снимала последний раз влог. Наверное, где-то днем. А что потом было? Во-первых, сейчас хочу макияж снять. И умыться. Что было? А ничего и не было. Маняшек, гость. Слушай, что это так удобно? Прызгаются, конечно, они все чуть-чуть. С такой пумпочкой. Мицелярочка. Моника в гости заходила. Миленка с экскурсии едет. Недавно с ней разговаривала. Она уже к Риге подъезжала. Макияж сначала смыть надо мицеляркой. Или гидрофильной маслицем, например. Потом умыться пенкой, гелем. У меня разные. Тоже чередую. Что еще? Что еще? Каталоги мне пришли по работе. Встретилась девочка, забрала каталоги. Завтра у нас есть кое-какие планы. Ой. Готовить сегодня ничего не надо было. Слава Богу. Дети ели плов. Максимка такой смешной. Уже лежат в кроватке. Все. Тут смотрят немножко мультик. Ждут меня. И говорит. Приходит такой. Я что-то покушать хочу. Я говорю. Вот Максимка, ты как папа. Мужчина не может лечь спать голодным. Ты как наш папа. Он тоже пока бутербродик не съест, не уснет. Съел бутербродик. И уснул. Говорит. Так лучше. Эти мужчины. Все, ребят. Без понятия, что по влогу. Обещаю. Завтра он будет поинтереснее. Потому что на завтра планы. Но сегодня, ну как есть. Ну как есть, товарищи. Вы просили снимать каждый день. Что бы ни было. Какая бы ни была бытовуха. Ой, еще бы я здесь повесить. Знаете, самое такое для меня неприятное. Это когда ты как бы уже засыпаешь практически. Ну тебе там вот осталось только, например, душ и в кроватку мыться. Приходишь куда-то. О, там куча белья. Или ой, забыл кухню убрать. Ну вот сейчас у меня здесь куча белья, Которая здесь на батарее надо повесить. Ой, все. Ребят, до завтра. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok